Всем привет, друзья! Осень продолжается. Решил сегодня выбраться на небольшие подмосковные речки, жабовники, запруды. Их можно называть совершенно по-разному. Выбрал для себя достаточно интересный маршрут в виде трех водоемов. Первый водоем, который я решил посетить именно утром, что немаловажно, поскольку раньше по моей статистике именно утром здесь была самая наилучшая рыбалка. Это небольшой такой пруд и от него идет речка, которая вся в рязке, в корягах, в палках. Собственно говоря, я попробую начать именно с него. Посмотрим, что здесь будет с щукой. Вообще, сразу хочу сказать, что все эти водоемы находятся очень близко к населенным пунктам. Они подвергаются постоянному прессингу и, что самое обидное, это постоянному браконьерству. Рыбу отсюда выбивают, но тем не менее очень интересно посмотреть вообще, жива ли щука или нет, поскольку именно на этом водоеме я не был два года, а на других, на которые планирую еще сегодня посетить, не был год. Поэтому, думаю, что каждая поимка, будь на вес золота, тем интереснее. Буду пробовать смотреть самому очень интересно. Кисть! за жабринку попался карандашик. Знаете, есть только одна приятность в этой рыбе, то, что она сегодня первая и то, что здесь она есть. Значит, будет расти, этого обратно. Пусть растет. Ой, ну здорово на самом деле, потому что приезжаешь на неизвестное такое болото, на этом болоте я вообще два года не был. И просто хотелось понять, есть здесь щука или нет. Есть! Пусть такая маленькая есть, иначе есть и мама вот этого. Ребят, зона R-90 шпарит вторым крючком. Я ее чуть-чуть подбагрил сейчас. Вот, на самом деле она все честно села. Ну, что сейчас происходит? Собственно, первая вода водоем. Минут 10 ловлю. Вот уже второй такой ребенок. Тихо, не дергаемся, зубы у него острые. Сейчас мы его отпустим, пусть растет. Классика жанра. Кислотный воблер, такого универсального размера под всякие водоемы. В данном случае у меня 90-й зона, суспендер. Второй щук. Маленький, но жизнь есть и может не радовать. Будем стараться поймать крупную, если она тут, конечно, осталась. Обыск. Ах ты, черт побери, короче, вытащил рано. На длинной паузе выскочил. Вон она. Промахнулась. Ну. Два раза атаковала. Слушайте, не могу понять размер, но мне кажется, маленький. Нормальный бы заглотил. Чем хорош воблер класса суспендер. Можно, ну, просто делать какую вам угодно паузу. Хоть 10 секунд, хоть там полминуты. Он висит на месте. Вот так несколько поклевок произошло. Я вроде подмотал, что-то подержал, начинаю вытаскивать, а она выскакивает. То есть не хватало буквально пары секунд паузы, чтобы она его съела. Вот в таких вот условиях, когда мы ловим кругом одна резка, лучше все использовать достаточно тяжелый воблер, чтобы его загнать под эту резку. Мы кидаем в открытый прогал. Или, по крайней мере, где резкий очень маленький, тонкий слой. Бросаем. Он за счет своего плюха уже погружается. И первый рывок делаем достаточно резкий, чтобы загнать воблер. И дальше продолжаем делать такие же резкие рывки. То есть нестандартный твич такой плавный, который мы делаем, достаточно резкий, чтобы пробивать этот слой резки, и воблер шел именно под ней. Зачастую, если этот слой резки позволяет, это очень эффективный метод, позволяющий ловить именно на воблеры вот в таких вот местах. Сейчас подошли на одно заболоченное место. Вы можете видеть, что здесь просто все в резке. И в таких условиях одна из наилучших приманок – это хорватское яйцо. Сейчас на него здесь попробуем что-нибудь поймать. Вон она, мелкая. Мелкая, мелкая вылезла. Главное, как-то шнурье тут присутствует. О, опять. Вообще, есть впечатление, что сейчас это был окунь. Что, друзья, половил несколько часов на первом водоеме. Сейчас только наступила осень, и вы можете видеть за моей спиной, во многих интересных местах лежит просто плотный ковер ряски. Там, где были открыты места, там я половил на воблеры минул. Удалось поймать несколько уж совсем маленьких щучек. И были также выходы. Здесь вот в ряске были тоже какие-то выходы некрупной рыбы на хорватское яйцо. В целом, что хочу сказать. Утренние какая-то здесь активность происходила. Очень хорошо, что здесь вообще присутствует щука. То есть, я уверен, что здесь есть и хорошая щука. Просто сегодня не повезло, она не клюнула. Но это уже огромный плюс. И вообще, вот такие водоемы, да, вот мало у кого возникнет вообще идей здесь кидать. И, соответственно, рыба здесь живет. И я думаю, что всю ее не вышибают. Ну что ж, не будем терять времени. Поедем на следующий водоем. Ух ты! Если бы я был бы щукой, друзья, я бы сидел вот в этих бы трех дырках. Раз, два. И вон та вот с покрышкой. Прям вот... То, что доктор прописал. Отличное просто место. Такое окно, там глубина, подходит камыш. Сразу кидать сюда лягушку, но не рискну. Пожалуй, сначала неогруженной резиной проведу по эпицентру этого места. Ну что, друзья, пробежался по второму водоему. Попробовал совершенно разные техники. Попробовал в окнах половить и на воблеры, и на резину. Попробовал порязки на поверхностной приманке. К сожалению, был лишь один контакт небольшого шнурка. И, собственно говоря, поклевок больше нет. Смысла задерживаться не вижу. Поэтому переезжаем на следующий водоем. Ух ты! Щука эта была! Собака! Ну это же поклевка была, стопроцентный хвост завернул. Это окунь. Есть! Парни! Ах, красавица! На изи шайнер, друзья! Вау! Супер просто! Сначала вот кинул под те стволы. Сначала была какая-то поклевка. Еще подумал, окунь что ли взял? Бросаю туда и на сваливание. Бум! Вау! Мне кажется, надо сделать фотографию, друзья. Вау! Просто эмоции зашкаливают. Так ждешь вот это вот везде, не ловишь! Ай, спасибо тебе! Ну что, друзья, приехал, переезжал со второго водоема на третий. По пути у нас была маленькая такая речка, она прямо рядом с трассой. Решили остановиться и часок-другой здесь пройти покидать. На речке присутствует достаточно сильное течение, поэтому я поставил чебрашку 4 грамма и 4-дюймовый изи шайнер от Кейтек в цвете арбузик. Ну и пошел по обраточкам, и вот в одной из обраточек вот такая вот под килограмм красавица. Сейчас мы ее освободим, отпустим и пробежимся дальше по участку реки, потому что мы только начали, и уже такой приятный сюрприз в течение дня. Тих-тих-тих-тих! Вот она! Ах ты! Промахнулась! Она, короче, ее взяла, но она стоит там, сейчас попробую доловить. Такая, наверное, грамм-300 выскочила на колебалку, такая, бум, по ней ударила. Сейчас посмотрим, парни. Вон она! О, смотри, что сделала! Вон она! Ай-ай-ай-ай, зараза! Такая, короче, грамм-200, сейчас попробую слагом доловить. Есть! Ну, я говорю, это сейчас будет на воблер избиение. Значит, на колебалке они не хотят нормально клевать, а на воблер... Ой, молодец! Давай, плыви домой. На колебалку кусает, воблер поставил, сразу поймал. Ой! Что, друзья, давайте буквально пару слов скажу о приманках, которые необходимы, чтобы были у вас в коробке при ловле, на небольших таких вот водоемах, которые все поросли травой, с корягами и прочим-прочим другим хламом. Я считаю, что, во-первых, необходимы поверхностные приманки, будь то такие лягушки плавающие или хорватское яйцо, потому что мы можем приехать на водоем, и все будет затянуто рязко, и придется ловить чисто по ней. Второй вариант, это когда есть у нас какие-то свободные окна травы, мы берем незацепляющееся колебло. Оно может быть совершенно в разном исполнении, с усами, без усов, либо овсетник на колебалке в шарнирном соединении. Также обязательно иметь неогруженную резину без груза, просто овсетник и какая-нибудь массивная резинка. Но иногда бывают моменты, когда нужен грузик, чтобы пробивать либо траву, либо если в водоеме есть течение, небольшой груз, буквально 2-3-5 грамм максимум, это более чем за глаза хватит. Ну и, соответственно, наши любимые друзья воблеры минул, куда же без них. Они и побольше, и поменьше. Я все-таки предпочитаю на щуку более такие, либо кислотный оттенок, либо оттенок, похожий что-то на окуня или на плотву. Друзья, вот такой небольшой набор, все это у меня помещается буквально в двух коробках. Здесь просто разные всякие комбинации этих приманок. Все это дело я упираю в рюкзак, очень компактно, одеваю и спокойно путешествую по водоему. Вот он. Сразу прям на воблер взял, а. Вот она. Есть. Вы сегодня на воблер-то клюете, то будь здоров, я смотрю. У такой щуки еще маленькие зубы. Можно так брать, как бас. Да. Вот это мне все не везет. На крупники просто. Ну хорошо, хоть такая осталась. Зверь чуть покрупнее. Сейчас бросал колебалку, не за цепляйку. Была поклевка такая очень хорошая. Решил укрупнить воблер, до этого маленьким ловил, поставил 90-й. Был выход сначала мимо, а потом попалась. Но мне что-то подсказывает, что это не та, которая на колебалку клюнула, потому что это как-то элегантно прищипнуло, а на колебалку был удар хороший. Ладно, я туда мой, пусть растет. Ну что, друзья, заканчиваю сегодняшнюю рыбалку. Сегодня побывал на четырех подмосковных небольших водоемах. Это и запруды рек, и пруды, и небольшая речка была. Что хочу отметить? Во-первых, очень приятно, что на всех водоемах есть жизнь, есть щука. Сегодня был какой-то, ну, уникальный день, потому что я знаю, что на многих из этих водоемах присутствует хорошая щука. Но по какому-то стечению обстоятельств или из-за погоды, не знаю, сложно сказать, сегодня клевали шнурки. Клевали, ну, просто потрясающе. Что бы хотел отметить? Сегодня щука была в первой половине дня уж точно достаточно пассивной. То есть она делала атаку на приманку, будь то воблер или резина, и почему-то не долавливалась. Даже смена приманки не помогала. А вот во второй половине дня сложилось впечатление, либо здесь водоем такой, либо просто у щуки стала активизация гораздо лучше. Она реально стала долавливаться и начала брать чуть уверенней. Вполне возможно, это просто ее активизация, потому что вторая половина дня по щуке, она действительно всегда лучше. Что сказать, друзья? Сегодня получилась классная рыбалка. Отпускайте всю пойманную рыбу, как делал это я сегодня. Пускай эти маленькие щучки растут. И я надеюсь, что всякие Гаврил Петрович их не будут ловить и забирать в пакет, а они вырастут. И буквально через год, через два можно будет ловить уже полноценных приятных щук. Ну, а у меня на сегодня все, друзья. Всем счастливо! До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!